всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я отвечу на очередной довольно интересный и популярный вопрос о том как же действовать если вы например много работали в лоджик на какой-то своей системе и задумались либо переходить на новый mac то есть на более новые более современные либо например очистить свою систему и установить все с чистого листа но при этом вы не хотите терять свои наработки которые уже сделали в лоджик в первую очередь это настройки лоджика которую вы могли делать под себя во вторую очередь это какие-либо пресеты темплейты возможно какие-то свои личные настройки на свои сэмплерные инструменты и дополнительные моменты в общем ну как сделать так чтобы допустим на другую машину перенести вот ваше рабочее пространство потому что на самом деле у лоджика нету какого-то единого файла настроек которые вы просто сохраняете и применяете на другом маке у вас все встает на свои места хотя это было конечно удобно и возможно со временем apple разработчики к этому придут но пока этого нету в этом видео я хотел бы собрать такие самые основные папки самые основные пути где хранится ваша личная информация именно касаемо вашей работы в лоджик которую вы можете сохранить себе на флешку на внешний диск и если что-то случится с маком если вы захотите перейти на другой мак или вы поедете конец студию здесь лоджик и вы хотите со своими настройками работать вы можете эти файлы с собой взять привести поставить и соответственно получить лоджик на новой машине в том виде которому вы привыкли ну или максимально в том виде которому вы его привыкли использовать и в качестве примера просто покажу вот например я если загружаю штатный компрессор у меня увидеть здесь есть параметр юзер дефолт по умолчанию в отличие от просто дефолта где у меня есть уже определенные настройки у меня выключен автогейн у меня стоит определенный режим определенный атака релиз соотношение и так далее все дополнительные настройки например ты так что мне стоит в пиковом режиме вместо рмс по умолчанию очень много таких моментов которые я настроил один раз я этот компрессор использую чаще всего для сайт чена внутри лоджик и поэтому я себе именно вот сайдчейновые настройки сделал и каждый раз когда я плагин загружаю меня именно такие настройки загружаются для тех кто не знал можно любые настройки сделать и выбрать здесь сейфы с дефолт и соответственно если я вдруг переустановлю mac os 0 заново поставлю лоджик или перейду на другую машину например на macbook да или там найма какой-нибудь я естественно все это потеряет у себя приду открою лоджик и там естественно ничего этого нет мне придется по памяти все это восстанавливать порой многие вещи ты делаешь довольно скажи так один раз и довольно давно и сложных сразу вспомнить как тебе удобно как тебе комфортно так что конец также у меня есть например если создать паттерн регион у меня есть мои внешние меди драм-машины аналоговые которые управляются по меди и у меня для них есть специальная раскладка здесь мы видим у нас ноты которые мне неудобны потому что я не совсем помню какая нота за какой реальные звука на драм-машине отвечает то есть нужно лезть в мануал либо методом тыка узнавать это неудобно поэтому я создал себе в закладке user темплейты вот который соответствует моим драм-машинам которые я использую например ddd1 от корга то есть вот я загружаю вот у меня загружает ноты где я уже себе заранее проставил обозначение картинками что за что отвечает это у бочка это с нейр клэп и так далее я могу переключиться на другую драм-машину которым я есть бэринджеровской emperor d8 и здесь уже другая раскладка идет по нотам тех или иных звуков то есть довольно удобно я могу быстро создавать паттерн регион загружать вот эту настройку и прописывать уже на своей внешней драм-машине быстренько паттерна используя лоджик за что я собственно step sequencer и люблю и постоянно об этом говорил так вот если я вдруг возьму и перейду на другую машину на другой лоджик или переустановлю систему и забудут это все сохранить у меня просто все это исчезнет мне придется вот эту всю огромную работу делать заново заново все это прописывать сохранять это очень неудобно поэтому в этом видео как вы уже поняли я вам сейчас отвечу на этот вопрос но прежде небольшой перерыв на рекламу друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы лоджик про help причем как уже вышедшим курсом так как тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы лоджик про help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас и так как же нам сохранить все наши настройки все к чему мы привыкли все что мы используем лоджик для этого я выделил несколько основных путей вот они здесь у нас представлены в виде уже открытых папок давайте по порядку начнем вот сверху слева значит аудио music apps она вас хранится в ваших вашей папке пользователя то есть вот у нас у меня системный диск пользователи мой пользователь папка музыка и в ней есть папка аудио music apps это по сути так она на самая главная папка потому что в ней представлено очень много чего в ней представлены всякие артикулейшн settings если вы вдруг свои создавали у вас есть букмаркс это в браузере если вдруг вы используете какие-то свои сэмплы и у вас есть вот здесь букмаркс вот вол файлсу здесь то эти пути к разным сэмплом к папкам будут сохранены именно здесь вот в этом в этой папке букмаркс дальше нас идет очень важный параметр channel strip settings это если вы сохраняете свои какие-то пресеты для цепочек плагинов для тех или иных каналов то есть там для басов для шин для отдельных аудио треков для мастера темпы для мастера очень часто используют для output of тоже я использую вот мастера от миксин аут для мастеринга для миксинга вот и так далее то здесь разные есть варианты разных настроек которые у вас здесь именно сохранять все что вы через меню settings save выбираете вот она записывается именно сюда вот папку audio music то есть это тоже очень важный момент чтобы не потерять тоже есть здесь кастом айка айконс если вы вдруг какие-то свои фотографии используйте для иконок на дорожках ну не все этим пользуются но такая функция лоджика есть тем не менее вот она сюда будет копироваться далее database я уже рассказывал про эту папку в ролике про встроенный плагин менеджер logic именно вот вот эти все данные в них включены данные о том в какой категории вы расставляли плагины то есть если вы один раз сделали полную рассортировку своих плагинов которые вы используете по папкам вот как например это у меня сделано давайте я вам покажу то есть если я выбираю здесь плагины вот у меня есть мои категории которые сам создавал и здесь есть в том числе сторонние плагины которые я уже все закидывал и вот чтобы все вот эту иерархию сохранить мне достаточно просто сохранить вот эту папку дтб здесь но на самом деле я рекомендую вообще сохранить полностью папку audio music apps и просто ее на новой системе замены копирует там что вас все это ваши данные сохраняются здесь также есть key commands если вы свои клавишные команды сохраняли то есть вы что-то меняли в лоджике под себя здесь также есть патчи для отдельных типов дорожек здесь есть также плагин settings здесь кстати есть как сторонние плагины так и встроенные об этом я еще упомяну потому что таких папок на самом деле в системе несколько и не всегда понятно куда конкретно в данный момент лоджик записывает ту или иную информацию поэтому я рекомендую сохраняйте все и потом копировать все дальше project template то есть если вы используете темплейты для проектов они также сохраняются сюда здесь все есть сэмплер инструментов самая история если вы создаете это свои сэмплер инструмент с помощью куэк сэмплера с помощью обычного сэмплера в лоджика все будет сохраняться здесь ставьте concert settings то о чем я говорил только что то есть вот у меня темплейты мои для раскладки меди для внешних драм-машин вот они меня здесь сохранены если бы у меня были еще какие-то паттерны специально для них сохранены то они бы были будут в этой папке то есть тоже очень удобно все это можно сразу быстро сохранить и отсюда достать здесь всякая временная информация который может тоже быть полезно здесь информация о анду дата то есть тоже надо бывает полез для них так проектов и антек лупс это лупы которые вы могли засунуть в библиотеку и полуп с перетаскиванием но не присвоили им какие-то теги то есть их не структурировали по тому что это барабаны или там гитары и так далее они будут сохраняется у вас тоже здесь в этой папке то есть все вот здесь поэтому эта папка очень важно следующая папка лоджик она находится у нас macintosh hd то есть наш основной системный диск там есть папка библиотеки application support и там есть отдельная папка лоджик и вот в ней у нас есть все всякие в основном контент и который мы скачиваем при установке лоджик поэтому я бы наверно не реком не рекомендовал бы прям всю папку копирует что весит довольно много особенно если вы например используете внешний жесткий диск для библиотеки лоджик который скачивается по интернету вы знаете наверняка порядка 60 гигабайт здесь это очень много весит тут и дема songs эти хранятся который у нас является дыма и xs factory samples то есть я это не рекомендую сохранять но здесь есть например channel strip settings также здесь тоже есть но это как правило тоже пресетная история то есть тоже то что скачивается у нас вместе с пресетами лоджик то есть то что доступно в закладке settings поэтому это в принципе тоже можно не копировать это у вас и так скачается через интернет когда вы откроете на новом маке лоджик но либо если вы не хотите тратить трафик вы конечно можете вот это все скопировать и на новой системе просто поставить сюда же и лоджик соответственно уже не будет скачивать это с облака далее здесь есть плагин settings и вот то о чем я говорил что у нас есть плагин с этим здесь плагин с этим здесь и не всегда понятно куда конкретно записывать какую информацию лоджиков в какую папку по что например вот то что я показывал я у меня есть default патч для компрессора вот здесь мы можем найти компрессор и вот он default мой который я создавал 12 февраля вот у меня с решеткой такой это мой default патч который собственно загружает компрессор вот в том виде в котором я вам его показывал если мы сейчас здесь откроем то здесь тоже есть default но он другой от 16 марта то есть но такое ощущение что они похожи и честно говоря что не очень понятно что именно конкретно загружает лоджик я много раз пытался протестировать и так до конца не понимал то есть лоджик там и там можно как дублирует эту информацию в какой-то момент времени то есть тоже не совсем понятно но есть кстати вдруг кто-то где-то про это что-то видел читал вы можете в комментариях написать я прям сильно в этом не копался просто для себя отметил вот эти две папки что и тут и тут есть некий некие настройки юзерские плагинов поэтому в принципе можете отсюда отдельно сохранить вот эту плагин settings но ни в коем случае и не спутайте с вот этой папкой все-таки не стоит смешивать они должны быть независимой вот далее project template здесь тоже есть но это не ваши пользовательские project templates и samper инструмент стар сама история то есть это все что у нас идет скачивается с интернета для наших инструментов то есть вы можете также это все скачать ультропит samples то есть это по сути тут 99 процентов то что мы скачиваем вот в том большом наборе того что скачивается с облака то есть где-то порядка 60 гигабайт поэтому вот здесь нам самый интересный до плагин с этим все остальное можно и так и скачать с облака дальше папка аудио но вы про нее знаете макинтош иди библиотеки аудио здесь хранятся apple loops также скаченные с облака поэтому копировать особо нет смысла здесь есть импульс responses для различных скажем так реверов от logic в первую очередь для space дизайнер вы тоже принципе это можете не сохранять постановой так так скачивается но если вы используете какие-то сторонние импульсы а их очень много в интернете в том числе для space дизайнера и вы здесь создавали свои папки чтобы space дизайнер увидел эти импульсы тогда конечно вам нужно будет эту папку сохранить плюс меня здесь есть от слайд диджитала импульсы для их ревербератор вверх сьют поэтому ну тоже можно если что-то свое кастомное вы скачиваете или создаете помните что она вот скорее все будет здесь в этой папке импульс респонс миди конфигурация с меди девайсов но особо смысла нет сохранять потому что она все и так будет сохранено точнее создана заново когда вы загрузите новую систему есть только высота меняли она может здесь прописаться но ведь у меня вот здесь ничего не поменено здесь ничего нет плагин за х у нас вы сами знаете сами плагины но их я тоже копировать не рекомендую под плагины все нужно ставить с нуля под чистую систему то они будут работать адекватно если вы просто скопируете папку плагинов и переместите на новый жесткий диск на новую систему то там они скорее всего адекватно не заработают в пресетах у нас как правило представлены пресет для некоторых сторонних производителей вы можете в принципе тоже сохранить если вы сохраняли через меню именно самих плагинов то есть вы помните что у нас есть у некоторых плагинов как собственное меню пресетов так и лоджиков скай то есть если я сейчас загружу какой-нибудь сторонний плагин ну допустим давайте тейп возьмем например от soundtoys точнее soundtoys а softtube у них здесь есть как свои пресеты вот здесь в закладке то есть можно с ними работать вот присед браузер то есть это именно тот присед браузер который идет вместе с плагином вот той самый папки который то что показал а также мы можем использовать и настройки логика той сохранять патчи вне как бы плагина то есть внутри logic а самого к плагина то есть это скажет две разные иерархии здесь вы можете здесь сохранять и удалять пресеты и можете через логика это делать и соответственно то что вы делаете внутри плагина у вас сохраняется получается вот именно вот здесь в а точнее вот здесь в аудио плагин то есть и вытачней присед вот здесь вы находите разработчиков данном случае softtube вот здесь у меня есть тейп тот самый и вот здесь вот эти вот пресет которым только что видели они вот здесь представлены и если я что-то от себя буду сохранять то она будет сохраняться здесь не в плагинах в плагин с этим здесь и здесь от лоджика а именно здесь поэтому тоже очень важность что-то сохраняли через через менюшки самих разработчиков не лоджика то скорее всего она сохранена вот здесь поэтому не забудьте это сохранить эту папку ну и sounds тут тоже есть дополнительные всякие банки тут скорее всего тоже сторонние разработчики прописывать свои данные поэтому наверное это тоже не очень актуально если вы сами ничего не кастомайзе далее следующее очень важные тоже настройки у нас хранятся в папке macintosh пользователи ваш пользователь и ваше имя и очень важный папка библиотеки не путать вот с этими библиотеками которые у нас вот здесь есть то есть macintosh сразу библиотеки это пользовательская библиотека она немножко другая и чтобы ее к ней получить доступ нужно нажать finder и переход и зажать клавишу option вот я нажимаю и вот она появляется то есть если я убираю кнопку ее нету нажимаю она появляется как скрытая папка такая и вот когда вы ее откроете дальше вы переходите в preferences там же вот в этой библиотеке и в preferences вы находите com.apple.logic.pro.ks и вот этот logic 10 вот эти два файла отвечают за ваши пользовательские настройки то есть то как logic выглядит в каком виде он открывается какие были там у вас в настройках preferences выбраны менюшки то есть все что вот например у меня здесь в preferences отмечено под меня да то есть вот выбранные устройства какие-то вот здесь параметры или в general editing вот эти все галочки все это сохранено вот в этих вот двух файлах то есть вы хотите это сохранить и заново не настраивать вы можете их вот собственно оба сохранить эти файла и в новом на новой системе их просто вставить в этот же путь уже в нового пользователя и logic когда откроется у вас он соответственно это сохранит и сразу немножко отвлекаясь от темы здесь в этой папке preferences также представлены такие же настройки для других сторонних программ и для некоторых даже плагинов здесь не для на этих инструментов есть для плагинов настройки определенные и так далее поэтому тоже иметь ввиду если хотите сохранить можете настройки для остальных программ себе тоже сохранить то есть вот эта папка очень полезная для этой точки зрения но нам важно именно сейчас тематика лоджика поэтому эти два файла нам нас интересует дальше у нас есть кэш но кэш не совсем относится к теме копирования на другое устройство просто решил тоже показать эту папку она также находится в этой пользовательской библиотеке не в стандартной а вот именно в скрытой в кэшах если вдруг вас возникают какие-то проблемы с какими-то плагинами или у вас постоянно происходит бесконечное сканирование плагинов вы можете вот эту папку audio cache удалить почистить точнее вот этот файлик удалить ауалтул это та самая вот программка которая сканирует плагином вы тоже можете этот кэш удалить перезагрузить систему опять открыть лоджик и вот эти вот файлы они как бы обнуляться и сами себя заново запишут и пересканирует ваши все плагины которые у вас установлены в системе от начала до конца и обновят список по что бывает такое что вы китов плагин удалили они продолжают быть видимыми в системе или в лоджике это не всегда удобно вызывает ошибки то есть вот можете иметь ввиду вот эти две папки вы можете очистить перезагрузить систему опять открыть лоджик и лоджик заново перезапишет вот эти данные уже более актуальные скажем так но копировать это для переноса на новую систему я не рекомендую по что кэш все-таки должен быть создан каждый раз под текущую систему автономно лоджиком при открытии так что их копировать не надо просто как для сведения и последний последняя такая важная папка это папка лоджик который находится у нас в ваших пользователях ваш пользователь музыка лоджик то есть прям закладки музыка есть папка лоджик куда по умолчанию лоджик сохраняет разные проекты вот очень часто тоже бывает вопрос что делать я открывал проект начал с ним работать потом я там маг перезагрузился что-то случилось вроде бы проект там какой-то авто сейф произошел ну где этот проект теперь как мне его найти я не знаю вот вы можете зайти сюда музыка лоджик и скорее всего в делу эти процентов случаев у вас этот проект был создан именно здесь и сохранен именно здесь и есть только вы его мануально не сохраняли куда-то там на внешний диск или еще куда-то в специальное место где у вас хранится проекты по умолчанию лоджик проект создает именно здесь и при сохранении первичном он уже предлагает их стране сохранить куда-то в другом месте но если вдруг что-то потерялся попробуйте в этой папке поискать тут как правило эти антайтл проекты создаются и пока хранятся до востребований пока вы их опять не откроете и не сохранить уже туда куда вы привыкли сохранять то есть тоже очень важная папка имейте ввиду чтобы не потерять ну что ж вроде бы все такие самые основные параметры мы рассмотрели основные папки рассмотрели сохранив их вы перенесете ну максимальную часть того что вы принципе можете перенести с собой на новую систему все ваши настройки и кей коммонс дата бейзес настройки плагинов сэмплы и так далее все это может перенестись и вы сможете работать на новой системе как будто вы не заканчивали работать на предыдущей все будет максимально также восстановлено сколько это возможно конечно же так что надеюсь вам это видео покажется полезным обязательно пишите в комментариях как вам собственно эта тематика полезно будете ли этим пользоваться сталкивались вы с этой проблемы с переносом настроек на новые системы очень жду ваших комментариев обязательно вступайте в наш telegram чат там нас уже довольно много людей мы постоянно обмениваемся информацией обязательно там задавайте свои вопросы можете также меня в личные сообщения писать я везде есть и в контакте в телеграме можете меня все найти и самые интересные вопросы или самые популярные или самые такие насущные я буду записывать в виде таких видео ответов но с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать новые ролики жмите колокольчик и будем с вами на связи увидимся следующих видео всем пока и и и